Здравствуйте, друзья! Сегодня будет небольшое, довольно легенькое видео, в котором мы поговорим о том, имеет ли размер, в данном случае, конечно, музыкальный, значение для написания стилей. Естественно, это все применимо к синтезаторам фирмы Yamaha. Значит, почему я решил снимать это видео? Дело в том, что я получил несколько вопросов, ну, я видел несколько вопросов и в Facebook, и в англоязычной группе, и среди русскоязычной аудитории. Я видел вопрос именно на эту тему, и была такая неразбериха именно с этими размерами, вот я вам покажу, здесь вот размер показывается, и не всегда он отображается правильно, и люди не всегда понимают, почему именно так это происходит. В общем, я решил немножко покопаться в синтезаторе и разобраться, почему это, собственно, так. Ну, давайте так, давайте разбираться. Значит, для того, чтобы действительно нам разобраться, я подготовил такой простенький банк регистрационной памяти, я его даже не показываю, тут на каждую ячейку просто я повыбирал стили с разных размеров, ну, то есть вот на ячейке один у меня, да, здесь вот Skypop у него 4 четверти размер, здесь вот я вальс, ну, и так далее. Вот я буду переключать эти ячейки, буду показывать, что, собственно, творится с размерами. Ну, давайте разбираться. То есть Skypop у нас был, мы сказали, 4 четверти, вальс у нас 3 четверти, видите, вот размер, давайте так буду карандашом показывать. Все правильно. Теперь начинается дальше неразбериха. Вот у нас 6 восьмых рок, то есть они как бы, ну, напрямую говорят, да, производители фирмы Yamaha, такой известный стиль, они говорят, что это стиль 6 восьмых, то есть здесь мы видим почему-то 4 четверти. Непонятно, что происходит. Тоже Moonlight 6 восьмых, опять же, они, название стиля 6 восьмых, здесь размер 4 четверти. Какой-то более такой стиль, значит, гитар-баллад 6 восьмых, то 4 четверти. Вот этот более сложный стиль 12 восьмых, у него почему-то 6 четвертей размер. И вот 5-4, они здесь ничего в названии стиля не пишут, но действительно у него размер 5 четвертых, ну, это такой джазовый стиль более. Почему так происходит? Что тут творится? Ну, сначала, как бы, первая реакция, что это, наверное, какой-то там, не знаю, баг в отображении, и действительно это нужно фиксить, или что-то такое. Я когда посмотрел стили, то я пришел к выводу, что это специально было сделано так разработчиками стиля. И это, скорее, не баг, это просто решение разработчика стиля писать стиль в размере, на самом деле, 4 четверти, и при этом относясь к тем нотам математически, которые, ну, в нем возникают, как 6 восьмых. 6 восьмых. Ну, давайте посмотрим. Давайте вот зайдем сейчас вот в вальс, который 3 четверти, и посмотрим, что там творится. Заходим в Style Creator. Ну, я думаю, что все знают, это такая небольшая, так сказать, небольшое отступление, да? Я думаю, что все знают, что все стили по умолчанию в Ямахе заблокированы, но мы здесь говорим о фабричных стилях сейчас. И можно смотреть только дорожки ударных инструментов. Если я буду смотреть, допустим, сейчас дорожки других инструментов, он мне предложит вытереть, как бы, эти дорожки, и не даст к ним доступ. Ну, нам, собственно, это и не нужно. Мы сейчас будем смотреть, видите, здесь вот есть ритм 2 по умолчанию, и нам этого достаточно, и мы просто сразу днем в Step Editor. Вот Step Editor. Обратите внимание, что тут творится. Вот мы уже говорили, я уже говорил на предыдущих видео, когда мы разбирали, значит, детальную работу Step Editor, что тут есть такт, доля, тик. И, значит, в новых современных синтезаторах Ямахи тиков 1920 у нас. Тактов, ну, понятно, это по ограничению, значит, там, вариации, там, до 32 такта, там, сбивка, один такт и так далее. А вот эти вот доли, они сейчас нас будут, так сказать, больше всего интересовать. Обратите внимание, что тут на такт именно три доли. То есть не четыре, как обычно, а три. И поэтому, естественно, размер три четвертных ноты, три четверти. Вот если мы даже выйдем из Step Editor, и зайдем в вкладку Basic, вот вы увидите здесь, что у него вот Time Signature размер три четверти. Все понятно. Если на что, давайте, знаете, вам что еще покажу. Я, когда Step Editor рассматривал, я не показывал это. То есть если мы идем ниже, ниже, ну, видите, тут четыре такта. Вот, я не рассказывал это в Step Editor, но просто такая немножко удобная штука для того, чтобы до навигации, как бы, по парте. Можно нажать, допустим, здесь, и крутить колесико, он быстро-быстро туда перейдет. Вот видите, по долям можно ходить, по тактам можно ходить. В общем, быстро, ну, так как бы к уроку не относится, просто такой небольшой долг, который я подумал, что я не рассказывал про Step Editor, ну, вот теперь вы знаете. Дальше, теперь, значит, переходим к другим стилям. Вот возьмем 6 восьмых рок, ну, я давайте на его примере покажу, что творится и почему у него четыре четверти. Тут будет немножко такое математическое упражнение небольшое, но не страшно. Значит, размер четыре четверти, вы видите. Step Editor, заходим, и что мы видим? Действительно, один такт, четыре четверти. Но обратите внимание на тики. Тики, они немножко странные здесь. То есть, если мы говорим обычно, что тики, вот у нас есть 1920, если мы делим на 2, то мы получаем 960, правильно? Вот 1920, я сейчас возьму калькулятор, делить на 2. Вот 960, ну, и так далее, да? То есть, там, 480 и так далее. То есть, если вот обычно с такими цифрами оперируют, то здесь вот, обратите внимание, здесь вот 640, 1280, это какие-то странные цифры. Ну, то есть, по сути, что они сделали? Что разработчики фирмы Yamaha сделали? Ну, разработчики стилей, я имею в виду. Они взяли, посмотрели, сколько всего тиков во всем такте. То есть, если в одной доле 1920 тактов, я сейчас покажу калькулятор, вот здесь вот, да, примерно будет видно его. Да, вот если в одной доле 1920 тиков, 1920, то в четырех долях, они же делают 4 четверти, умножаем на 4, всего 7680 тиков. Окей. Теперь, то есть, мы говорим, что 4 четвертных нот, они занимают 7680 тиков. Теперь мы делим это на 6. Вот получили мы 1280. То есть, получается, что, когда размер 4 четверти, у нас 4 доли, то 1 четвертная, она, по идее, по ритмической сетке, занимает 1920 тиков, то тут ее, как бы, доля сокращается. То есть, тут она на 1 четвертную, при таком математическом, как бы, вычислении, отводится всего 1280 тиков. Если мы это еще разделим на 2, ну, чтобы получить, как бы, какой, ну, скажем так, вес восьмушки одной, вот мы и получили те самые 640 и 1280, которые мы видели в стилях. В этом стиле, то есть, не тоже в стиле, в этом стиле. Вот они, видите? Ну, то есть, получается, что, опять же, давайте выйдем из степи-эдитера, размер 4 четверти. То есть, получается, что разработчики фирмы Yamaha, они, ну, не знаю, по каким-то своим возможным соображениям, да, они решили писать стили, которые музыкально будут звучать, например, как 6 восьмых, там, 12 восьмых, ну и так далее, а в размере в этом 4 четверти. То есть, они специально поделили так вот ритмическую сетку, чтобы оно математически совпадало, подходило, да, под 6 восьмых, и так слушалось. Ну, давайте, допустим, вот 5 четвертных, да, вот такой более нестандартный размер. Например, зайдем тоже в Style Creator, вот, Step Edit, вот, видите, у него здесь вот, 5 долей, видите? 5 долей на один такт, вот она, пятая доля. Получается, что это действительно не какой-то баг, там, да, это просто вот такое вот решение разработчиков стилей, и в каждом индивидуальном случае это может быть связано с этим размером, не связано с этим размером, ну, то есть, по сути, мы решили, что размер так и значения не имеет. Главное, как математически мы к этому делу всем подходим. Ну, все, вот это было то, что я хотел сказать в этом видео. Я надеюсь, что с этой темой мы разобрались, и, так сказать, пролили свет на то, почему действительно разные размеры. Хорошего дня всем, всего хорошего, и пока, до новых встреч. До свидания.